Девушки отдыхают Он заживёт, как человек После встречи с адвокатом Я понял, что Приговор надо отсрочить Что ты задумал? Сейчас сам всё увидишь Ты только не пугайся И не думай, что я сумасшедший Только это зрелище не для слабонервных Тебе лучше не участвовать В чём не участвовать? В этом представлении Я Что, всё так серьёзно? Более чем Я готовлю Султану побег Что? И моё решение не обсуждается Ты вы что, сговорились, что ли, мужиками командовать, а? Я сегодня уже слышу что-то подобное Не отвлекайся, Назир, у нас мало времени Если не поможет кассационная жалоба То Султана отправят в колонию А этого допустить никак нельзя Михалыч тоже так считает Поэтому мы должны подготовить побег из СИЗО Мы? Ну Ну одной же мне не справиться Мне нужна будет твоя помощь Юная снежинка На моих губах Сделал я ошибку Полюбив тебя На ветру Летаю Ты меня зовёшь Ночью я Растаю Утром ты уйдёшь У меня лишь вечность всего А у меня лишь вечер всего И тебя желаю Я тебе желаю Всего Я ещё не знаю Всего А я уже не знаю Всего И тебя желаю Я тебе желаю Всего И тебя желаю Я тебе Желаю Всего Успокойся, Назир Никто не требует от тебя подвиг От тебя мне нужны только деньги Много денег Ну ты даешь Значит, договорились? Да подожди, Алис Ты с ума сошла Это опасно и для тебя, и для отца Это криминал Я уже приняла решение Мне бесполезно отговаривать Я обещал отцу, что буду заботиться О тебе и о ребенке А ты, видимо, собралась на нары Или еще чего хуже Ты понимаешь Что совершить побег практически невозможно Это только в кино А в жизни вообще никаких шансов Если за дело взяться с умом То это возможно осуществить Кровопускание полезно для организма Ты что, с ума сошел? Не лезь, брат, я знаю, что делаю Ты не поможешь, только навредишь Эй, начальник, открывай давай Грек, скрылся Все лучше кровью зальет Почему ты не понимаешь Даже если у тебя это получится Это нелегальная жизнь И всероссийский розыск до конца дней Это ты не понимаешь, Назир Лебедев не отступит и пойдет до конца Он убьет султана, когда тот окажется в колонии И Михалыч так считает А я, по-твоему, должна сидеть здесь И ждать этого Ты сумасшедшая Я обязана спасти мужа И побег Это наш единственный шанс Бесполезно меня отговаривать Ты со мной? А что мне остается? Спасибо И как ты собираешься это сделать? Не знаю Но скоро выясню Девушка, что-то случилось? Нет Может, я видел кто? Нет Ну, может, вам помощь нужна? Никто мне уже не поможет Катюша Ты что ли? Господи Проворонила ты свою любовь Конечно, проворонила Ну, что теперь реветь-то? Ну, слезами-то горю не поможешь Держи Какая же я дура Да, еще какая Мне же Нина все рассказала Запуталась ты, девочка Забралась и запуталась И себе, и другим жизнь испортила Но на вранье и на грязи-то Счастья не построишь Послушай меня, тетку Которая на своем веку много чего видела За все в этой жизни Поверь, за все Нужно платить Иногда очень дорогую высокую цену Егор ведь очень хороший парень Очень Но предательство он тебе Никогда не простит А ты, наверное, только сейчас поняла Что потеряла Я потеряла Конечно, я поняла Егор, я не вернусь Не трогай меня, баскуда Да я жить не хочу Не трогай меня Дохнешь, подогай Да я тебя разрешу Ей, врачу надо Карцар по нему плащ Не трогай меня Сюрприз Что ты тут делаешь Как ты оказался в моей комнате Ты плакала Что случилось Я спрашиваю Как ты оказался в моей комнате Побоял вашу комендант Что она разрешила мне подождать тебя здесь Хотела тебе приятно сделать Что произошло Ты чего такая Я была У Егора хотела взять что-нибудь на память Зачем ты это делаешь Зачем ты Объясни мне Зачем ты это делаешь Чтобы потом всю жизнь Себя корить и винить Надо забыть об этом И начать новую жизнь Ой А Нинь Егорова Мне то же самое посоветовать Ты не понимаешь Как это сложно Она до сих пор Меня оскорбляет Надо думать Что Егор найдет девушку получше А его нет в живых Тебе не надо больше туда ходить Слышишь меня Не надо Успокойся Нельзя себя так мучить Не плач Прошу тебя, пожалуйста Не плач Не смотри на меня Я некрасивая Ты красивая Самая красивая Тим, поздно уже Давай спать А то я сейчас встану И не посмотрю Что ты болеешь Детей бить нельзя Особенно больных Тим, ну ты же меня не слушаешься Давай спать Не хочу Тим Ты специально вредничаешь? Зачем? Я вредничаю Потому что ты вредничаешь Ничего я не вредничаю С чего ты взял? Дядя Сережа тебе помогает И мне помогает А ты его обижаешь Он же хороший, мам Он тебе разрешил тут ночевать И работать Потому что он договорился Но я не обижаю его, Тим Он хочет мне помочь И тебе помочь Он хочет, чтобы я выздоровел Значит, ты ему нравишься Значит, он хочет на тебе жениться Тимка Ну ты опять придумываешь То, чего нет Я ничего не придумываю Я все вижу Я уже взрослый Он нам помогает Потому что ты ему нравишься Жуков нам помогает Потому что он врач Это его профессия Людям помогать Нет Тебе он помогает Особенно А ты вредничаешь Так Хватит умничать Давай спать Зачем ты это делаешь, Кирилл? Прости, я все понимаю Это не самое лучшее время Но Я не могу без тебя Я с ума схожу Что ты не моя Я просто не смог сдержаться Прости меня Я знаю, что ты думаешь о другом Но его уже нет А я здесь Я рядом И я думаю о тебе Если не можешь полюбить меня Просто будь со мной Я все сделаю Только будь со мной Доброе утро Доброе утро Как спалось? Нормально А ты как? У нас просто не очень удобные кровати Нормально В самой лучшей девушке В самое лучшее утро Спасибо Мне никто никогда не приносил кофе в постель Теперь все будет иначе Я тебе обещаю А еще я очень вкусно готовлю И люблю мыть посуду Да, это ценный кадр Ой Так неохота в универ переться А тебе что, не надо на работу? Нет Я позвонил Лебедеву У него во встрече с утра Так что до обеда я свободен Ну что ты, Катюш Все было очень хорошо И так же хорошо и будет Привет Спасибо, что приехали Что за срочность Я вырвался с правительственного совещания Быстрее Павел Степанович Я узнал тут кое-что Серьезное Кое-что Назир, опять мямлишь Мое время очень дорого стоит Давай быстрее У меня есть дела поважнее Думаю, важнее этого Для вас сейчас ничего нет Я хотел вам сказать Что Алиса готовит для отца Побег из СИЗО Не знаю, Кирилл, не знаю Перестань себя грызть Ты ничего не сделала плохого Ты вот сейчас разговариваешь Со мной как муж С которым я должна Каждое утро просыпаться Но ты не учел одного момента Я все еще жена Егора Но ты же всего лишь там Кирилл, я не об этом Егор умер, а я уже в постели С другим мужчиной Мне кажется, тебе просто стыдно Что ты жива, а он нет И поэтому ты не разрешаешь Себе быть счастливой Да я предаю его Предать можно только то, что есть Что существует А вся твоя жизнь с Егором Это твое прошлое Но это прошлое меня не отпускает Ну нельзя же вот так вот Быть человеком, любить его А потом раз в одну секунду забыть Ну и любовь так просто не проходит Любовь прошла раньше Когда Егор тебя выгнал из дома А теперь у тебя начинается новая жизнь И в этом ничего предосудительного нет Ты должна быть счастливой И я сделаю все для того Чтобы это так и было Интересно Она в курсе Что вы хотите убить отца Как он только попадет в колонию Вот и решила устроить побег Только она собирается это сделать Пока не знаю Она что, не ставит тебе свои планы? Да, она сама еще не придумала Как это можно сделать Но денег уже попросила Может она тебе просто не доверяет? Нет Она мне полностью доверяет Иначе она бы ничего не стала рассказывать про побег Так что я считаю Как она только разработает план Я буду в курсе Но сама она сделать это не может Кто-то ей должен помогать Кто? Думаю, друг отца Генерал МВД Коширин Коширин? Да Алиса с ним в последнее время часто встречается И советуется Почему я только сейчас об этом узнаю? Какой же ты балбан, Назир? Почему вы меня постоянно унижаете? Да потому что ты не видишь дальше своего носа Ладно, я должен идти Надеюсь, тебе не нужно объяснять Что у меня должна быть полная информация О действиях Алисы Сам уже догадался Ладно, не дуйся Если я буду в курсе Я смогу Алисе помешать Как? Ну что, хотите убить отца в СИЗО? Какой же ты циник, Назир Слышал бы тебя твой отец Это не твое дело Я сам все улажу А ты наслаждайся жизнью Кирилл, мне нужна информация об одном человеке Привет Хорошо выглядишь Издеваешься? Я же целых два дня не ем и не сплю Ну зря За собой нужно следить Я тебе могу посоветовать Прости, давай не будем обо мне И извини, я не буду спрашивать о твоей жизни тоже Да, конечно, прости Чем я могу тебе помочь на этот раз? Боря, нужно добыть план СИЗО номер два Чего? Где? Я не знаю, где-нибудь в интернете, например Колеса Ты чего задумал? Какие люди? Салют Здорово Как сам? Отлично Люську ждешь? Ну? В зал сегодня пойдешь? А, нет Да ну, этот тренер Это не так, это не так Та же фигня Нервный он какой-то Ну, вообще непонятно Чего он с нами занимается? Ненавидит нас Как с Егором было клево Слушай, может нам письмо куда написать? Мол, не нравится нам этот тренер Подпишем все Он уволится, а Егор вернется Не вернется, Егор Чего это взяла, Колчина? Как всегда, больше всех знаешь? Боренька, не спрашивай меня ни о чем, пожалуйста Просто сделай это для меня и все Алиса, я должен знать, насколько это опасно для тебя Боря, пойми, я не могу тебе ни о чем рассказать Не имею права Есть такие вещи, о которых лучше не говорить Поможешь? Ладно, Боря, я поняла, извини Подожди, сядь Понимаешь, Алиса, я не уверен, что в интернете есть план следственного изолятора Это секретная информация, сама понимаешь То есть, никаких шансов? Ну, я этого не говорил Можно попробовать Эту информацию найти в другом источнике Спасибо Алиса, я... Я, конечно, постараюсь, но ничего обещать не могу Я очень хочу тебе помочь Я поняла Спасибо тебе, Борь, огромное спасибо Кались давай Да, ничего я не знаю, просто так думаю Конечно, постараюсь подстава, охота ему с нами связываться Он вообще с подростками работать не захочет, может быть А тренер, между прочим, офигенский Спасибо, удружила Ладно, мы опаздываем Надео, Самигус Пока Блин, я думаю, ты честно мне скажешь про Егора Стас, ты вообще что-то обо мне плохо думаешь Думаешь, что у меня вообще тетя из головы? Не знаю, что кому говорить? Да нет, я просто переживаю за тетю Нину Слушай, ну, в общем, надо ей сказать Она все-таки ждет Егора Да, да, но скажем только попозже, хорошо? Надо сказать сейчас Потому что потом, ну, в общем, она нам не простит, что мы сразу не сказали Че ты расстегнутая хочешь? Заболеть хочешь? Слушай, давай ты не будешь тему передергивать Ну, а че ты не заботишься о себе? Это че такое? Что? Синя Да, это мамин хахаль, руки начал распускать Это козел Алло, Мария, привет Ну, это Назир узнал? Мы с тобой Отвалить? Не понял О, отлично, у меня обед уже готов А сейчас будете кушать? Сейчас Уже? О, отлично Давайте Сейчас еще тарелку принесу и хлеб Тетя Нина, вам помочь? Да нет, спасибо, я сама, я ж привыкла С Егоркой-то все время Только вот че-то он не смс-ку не шлет и не звонит Тетя Нина, у вас так дома хорошо и уютно Да и вы такая добрая, тетя Нина А это ты Егор, скажи, когда он вернется А то ему вечно Это не то, то не так Да, обязательно Так Давайте, садитесь Люсь А че-то у тебя на шее-то Че, синяк, что ли? Да, это тетя Тамара привела Хахаля домой, он ее ударил Вот Тамарка Отдает, а Какого ирода-то она в дом привела Что на ребенка руку подымает Тетя Нина Можно сегодня Люся у нас переночует? Ну, не надо ей домой Стасик Ну, ты даешь Не успел вещи перевезти, а вон это Деваху на ночь оставляешь Ты неправильно держишь ки, поэтому у тебя ничего не получается Разве? Да Движения должны быть мягкие А рука должна быть сильная Да? Я не умею тебя учить, как нужно двигаться, да? Мария Ну? Я хочу с тобой поговорить Боже, ну потрясающий удар А теперь смотри, как я буду бить Мария По-моему, этот тип к тебе Так, ты можешь не отвлекаться Сейчас ты бьешь Ты его знаешь? Че ему надо? Да пошел он Может, ты все-таки со мной поговоришь? Тетя Нина, вы совсем не про то подумали Я просто не хочу, чтобы Люсю дома обижали Судок, да я пошутила Да я же знаю, Тамарка и представляю, какой там хахаль О, о, кого надо лишать родительских прав Давай, садись Спасибо, тетя Нин И че, за что он тебе? Да не за что, что самое интересное Они, значит, с матерью всю ночь водку пили А утром она проснулась И давай мне мозг вправлять чего-то Я ее быстренько отшила Так он за нее заступился Как ты, говорит, с матерью разговариваешь И бац, мне со всей дури прям по шее Бедная девочка Да ничего я не бедная Я ему сразу же сковородкой треснула По башке, что тот крякнул А чего, в следующий раз пусть думает Прежде чем свои руки поганые Да никакого в следующий раз и не будет Все, перейдешь к нам Ура Спасибо, тетя Нина С одним условием Спать будешь вот здесь, на раскладушке В моей комнате Ваше лекарство, Дмитрий Михайлович Надеюсь, по телефону о делах ни с кем не разговариваешь? Нет, конечно Смотри на меня Телефон наверняка на прослушке Догадываюсь, Дмитрий Михайлович И чужих никого не впускай Особенно этих всяких Нежданных электриков, сантехников Надо быть на чеку Я, в сущности, из-за этого и пришел Чтобы не по телефону Узнали что-то важное? Да Пистолет, из которого убили этого парня Егора Ага Он уже третий год в розыске Из него убили охранника Который сопровождал крупную партию Зарина Что это? Боевое химическое вещество Химоружие, другими словами Состояло на вооружении СССР Эту партию Зарина Необходимо было утилизировать Согласно конвенции Лун Но она была похищена И всплыла на Кавказе В бандформированиях Странно, а к лебедю вот этот пистолет как попал? А вот это самое интересное Тогда с этим делом всплывало имя Лебедева Может мы все-таки поговорим? Ты мешаешь мне, раз тебе непонятно Ты из-за вчерашнего, что ли, обиделась? Думай, что хочешь И вообще номер мой, сотри Вчера же все было хорошо Что я сделал не так? Господи, боже мой Ну что ж ты привязался-то? Я-то думала, ты нормальный мужик А ты, оказывается, папенькин сынок Который живет за его счет Я ненавижу таких людей А этот, что ли, мужик? Да, это еще какой мужик? Пошли, Артур Твой бывший? Боже, и не смеши меня Вещи возьми мои Так, договорись о встрече с приморской делегацией Телефон у тебя есть Узнай, что от меня нужно к берлинской конференции И, кстати, сдай в химчистку мой синий костюм Может, купить пару новых галстуков? Да, хорошая идея На твой вкус Хорошо, сделаю Как мама, кстати На поправку пошла? Нет, к сожалению А что? Сияешь, как медный грош Ну, настроение хорошее Настроение хорошее От того, что Катьку мою трахнул Да Нужна она мне Кирюш А вот духами Катькинами От тебя за версту прет Может быть А что, у нее одно и таки могут быть духи? Настроение хорошее Потому что провел ночь с шикарной девушкой Да ты что? Ну-ка, ну-ка Расскажи мне Поподробней Рыжая Так Веселая Ну, в постели клево Ну, а с Катькой-то тебе было клево в постели? Павел Сергеевич, ну сколько вам можно повторять? Не было у меня с ней ничего Ну, Кирюш, ну скажи мне честно Я не обижусь Вот до того момента, как я ее отпустил У тебя с Катькой что-то было? Подумать только Лебедев был связан с террористами Тогда, к сожалению, это доказать не удалось Он проходил как свидетель Ужас какой-то Лебедев и тогда уже был чиновник Он отвечал за транспортировку Зарина со складов до места утилизации И, видимо, получил хороший откат Жаль, что нельзя засадить Лебедева за пособничество терроризму Столько времени уже прошло Такие дела, Алиса, срока давности не имеют Если заявить пистолет И доказать, что Лебедев имеет к нему отношение Он будет сидеть до конца жизни А как это доказать? К сожалению, тебя придется впутывать в эту историю Но перед этим надо будет крепко подумать Прежде чем лезть на рожон Присни-ка мне еще И все-таки, как тебе, Синмир? Зарин нашли в лагере банды По безвреживанию, который отличился твой султан Подумать только Они уже тогда были по разные стороны Баррика Влад Степанович, ни тогда, ни сейчас, ни в дальнейшем У меня с Катей ничего не было и быть не может Меня такие женщины не возбуждают Вот ведь природа как устроила Какие мы с тобой разные А меня вот от Катьки От одной только мысли Холка встает Скажите, я могу идти, Павел Степанович Да подожди, ты что-то торопишься Мы еще не все сделали И тебе не до конца душу излил Мне сейчас в командировку ехать А все мысли о Катьке Есть в ней какая-то фишка Какой-то перчик Я думаю, чем больше мужиков Будут иметь Катьку Тем привлекательней И развращенней Она будет становиться И мне это нравится Ну ладно У меня важная встреча Ты сделай все, что надо И Катьке передай привет Стас, а куда тебе носки положить? Они тут еще и по одному Еще и пару искать Ой, Люсь, брось их все вместе Я потом уберу А потом возьмешься и что, выпадет То и наденем, да, Стас? Ну, ты чего? Чем? Че задумался? Че задумался? Ну, все про то же Интересно, что за перец Который меня из спецприемника вытащил? Ты запомнила его? А тебе не все равно? Ну, какой-то замминистра что Забудь ты уже про него Вытащили тебя и все Живи и радуйся Добрый вечер Здравствуйте Надеюсь, у вас все в порядке Если будут какие-то вопросы Или проблемы Обращайтесь, не стесняйтесь Сергей Спасибо, вы так много Для нас с Тимкой сделали Ну, это было несложно Я сомневаюсь, что для всех мам И их детей вы делаете подобное Просто И вы не как все В смысле? Ну, вы так заботитесь о своем сыне Он у вас такой замечательный парень Очень хочется ему помочь Я вчера Много думал о тем, что вы сказали Если бы Тима был моим сыном Не, мне не все равно Ко мне мать Егора Как к родному сыну относится Ты же ей радуйся А потом непонятно Ну, если Алиса убила Егора То, что ему скрывать? Чего ему просить тебя Чтобы ты никому не рассказывал? Ну, вообще, что ему париться? Ну, он сказал, что он сам Алисе отомстит Что сам во всем разберется Что Егор был его охранником И он к нему привязался Ну, замминистра делать Вообще больше нечего Какого-то охранника угораживать Слушай, вообще-то Егор не какой-то Слушай, я не об этом говорю Я про то, что он нанял бы Каких-нибудь ментов Там, какие-то связи, что у него есть Чего он сам-то? Да нет И эти все привязанности Это вообще как-то ерунда Они там в правительстве Вообще людей не ценят Ну Что-то не сходится Ну, так все-таки А кто убил Егору? Нет Вы меня неправильно поняли Я сказала, что бы вы сделали Если бы на Тиммином месте был ваш сын Ну Я не могу рассуждать о том, чего нет Поэтому Давайте исходить с того, что Если бы Тиммин был моим сыном Хорошо И Что бы вы сделали? Давайте, детки Пейте чай и рассказывайте Какие там успехи в школе? Ну, что тушуетесь-то? У нас все по-семейному Мы всегда друг другу помогаем Я так Егорку воспитывала Я по алгебре За контрольную три получила Как три? Почему? Ну, потому что списала у соседки на тройку Да это хорошо, что еще не на двойку Я бы могла вообще пару получить и все Я же там ничего не шарю Люсь, ну я не знаю Ну, надо как-то эту алгебру-то подтянуть А как ее потянешь? Если училка меня вообще терпеть не может Так что радуй стройке А еще школу-то закончить надо Хотя бы стройкой Ну ладно, ты давай Не торопись Приедь Егору У него по математике всегда было хорошо Он тебе поможет Закипела Надо сходить к этому дому Последить за квартирой Ну, где Егора Еще, может, удастся Сфотографировать этого перца Потом посмотреть в интернете Может, ну, если он реально Чиновник Про него что-нибудь должно быть написано И мы узнаем что-нибудь Нет, Стас Второй раз я туда не пойду Мне уже хватило первого раза Да ты вообще можешь не ходить Я сам схожу Ты, главное, скажи, где А ты к нему в квартиру заявишься? Или у дома будешь караулить, а? Нет Не есть план Лев Евгеньевич Извините, что попросил вас приехать Но я не хочу важные дела по телефону обсуждать Да нет проблем, Алиса Все правильно сделали Как вы себя чувствуете? Нормально Что-нибудь хотите? Чай, кофе? Нет, нет, спасибо Ничего не надо Как султан? За вас волнуется Боится, что она делает и глупостей Вы ему рассказали, что его хотят убить? Нет Считаю, это преждевременно Предупрежден, значит, вооружен Кажется, так говорили в Древнем Риме Пока султан в СИЗО Ему ничего не угрожает Так что давайте не будем нагнетать обстановку Категорически с вами не согласны, Лев Евгеньевич Султан должен знать Он должен быть на готове И только тогда его не смогут застать врасплох Пойду открою Тогда бы Тиме сделали операцию вне очереди Да вы уже об этом говорили Вы говорили, что Врачи имеют на это право Не только поэтому Меня здесь ценят И сделали бы все возможное Для моего сына Я вас поздравляю Только Не понимаю, какое это отношение имеет К моему больному ребенку Инна, как Как вы думаете Ради спасения Тимы Мы Могли бы пожениться Вы не подумайте, брак будет фиктивным Я усыновлю Тиму А ему сделают операцию А потом мы разведемся Ну или не разведемся Я не знаю Как скажете Борис Прости, что поздно И без предупреждения Я для конспирации Ну что, есть новости у тебя? А то За бутербродского босса Все расскажу А за два даже покажу Что с этим можно сделать Знакомьтесь Лев Евгеньевич Адвокат моего мужа Борис, мой друг Здравствуйте Здравствуйте, очень приятно Ну что там у тебя? А Мы можем наедине поговорить? Это крайне Деликатная тема Ну что ж, молодежь Не буду вам мешать Лев Евгеньевич Спасибо вам большое И когда вы завтра Увидите султана Передайте ему, пожалуйста Что у меня все хорошо И не забудьте О главном Хорошо Было приятно познакомиться Жаимна Не провожайте, Алис Я сам У меня нет еще всех деталей Но Жена Абакоева Алиса Готовит своему мужу Побег из СИЗО Помогает ей в этом Сам Каширин Из МВД Да Не ожидал я Алиса Такой Дерзости На мой взгляд Это самая бредовая идея Которая может прийти в голову Девочка насмотрелась Боевиков по телевизору Похоже Ну хорошо От меня-то Чего вы хотите Я думал Побег не входит в ваши планы Поэтому решил сообщить Ну, насколько я понимаю Он и в ваши планы не входит А сообщить вы решили Потому что Не уверены Что сможете сами Остановить Алису Не так ли? Вы это серьезно? Вы Вы хотите Оформить брак И Усыновить моего ребенка Я повторяю Брак будет только на бумаге Но эта бумага Спасет вашего сына Ну, я не понимаю Вы делаете это Для чужого ребенка Зачем вам это? Ну, ведь это единственный шанс Спасти Тиму Это сейчас самое главное Вы хотите сказать Что Все это только для того Чтобы Сделать ему операцию Чтобы помочь нам И все Что вы Делайте Отпустите меня Отпустите Помогите Кто-нибудь Вы же сами понимаете Что Ради спасения Вашего сына Нужно использовать Все средства А это единственный шанс Выжить Но все равно Это неправильно Я понимаю Система Устроена Несправедливо И не у всех детей Есть шанс Выжить Но если Это устроена система И мы можем Сыграть по правилам Этой системы Почему бы Не попробовать? Все равно Это несправедливо Благодаря тому Что мы познакомились С вами У Тима Появился шанс Которого У других детей Нет Не все Познакомятся С такими Хорошими людьми Как вы И значит Другие дети Обречены Это ужасно Мой вам совет Не думайте Об этом сейчас Так Вы согласны? Меня потрясает Ваша проницательность Уважаемый Вадим Романович Да Мне действительно Не помешает Ваша помощь Не сомневаюсь Я Конечно Многое могу И у меня Много связей Но помощь Вашего ведомства Будет не лишней Ну и вам Лишний орден Не помешает Ну хорошо Я Согласен Вам посодействовать Мне не меньше Вашего Нужно Чтобы салтан Сидел Прекрасно Очень рад Что мы слышим Друг друга Можно один вопрос? Пожалуйста За что Вы так Не любите Султана? Вам там Где дорогу Перешел Все продолжаете Любопытствовать Павел Степанович Я бы вам Не советовал Так Грешным делом Я начну Вопросы задавать Я с удовольствием Отвечу На все ваши Каверзные Вопросы Хорошо Хорошо Но в таком случае Разъясните мне Пожалуйста Куда это Запропастился Ваш Новый охранник Егор Кажется Как из голодного края Извини Но я полдня Попу не отрывал От стула Весь инет обшарил Ты нашел План сезон Круче Я взломал Сеть СИЗО Теперь можно С помощью их Видеокамер Наблюдать за Любыми передвижениями Ну и что это кино Нам дает Это зависит от того Что ты задумала Ничего Алис Давай только не делай Из меня дурочка Ладно Ты жуй давай Не отвлекайся Кстати Им сегодня на ужин Давали кашу На вид скажу тебе Ужас Слушай, а куда еще Эти камеры выходят? В коридоры В кабинеты И во двор Подожди В тот самый двор Куда они выходят гулять? Я еще возьму потом Да бери, конечно Боря Нам никакой план СИЗО не нужен Я теперь знаю Как вытащить султана Простите А куда делался На что сядь? Да сдох он Что? Хочу научиться Водить вертолет А милая девушка Знаешь, что полный курс Обучения Стоит около миллиона рублей? Деньги Это не проблема А отец знает? Узнает Когда все будет готово Так ты мне дашь Три миллиона, Алине? Да, да Хотя я и считаю Что это полный бред В случае моей смерти Прошу во всем Считать виновным Лебедева Павла Степановича Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин